Доброго дня всем зрителям своего ТВ. Наш эфир продолжает программа «Полдень». Сегодня понедельник 25 ноября. Начиная с 2016 года в Вооруженных силах Российской Федерации 25 ноября отмечается новый праздник – День российского военного миротворца. В качестве даты празднования 25 ноября выбрано в честь того, что в этот день в 1973 году на официальном уровне в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке приняла участие группа советских военнослужащих. Особый статус военных миротворцев обязывает их ко многому, ибо ответственность за их действия очень высока. В связи с этим подготовкой российских военных миротворцев занимается специально выделенная для этой цели 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа. Еще больше интересного в сегодняшнем полдне – вот что именно мы для вас приготовили в программе. В России накануне отметили День матери. Надеемся, вы не забыли поздравить ваших мам, а мы ждем в студии многодетную мать. Расскажем, какую ответственность несут интернет-пользователи за репосты. О новом порядке медосмотра для водителей поговорим с нашим гостем. 22 ноября отмечался День психолога. Ждем в студии представителя этой непростой профессии. Все это и многое другое в сегодняшнем полдне. Давайте начинать. Накануне 24 ноября в России отметили День матери. 30 мамам из многодетных семей накануне со всего края наградили медалями «Материнская слава». Награда учреждена в 2008 году по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Почетным знаком награждаются многодетные матери, постоянно проживающие на территории края не менее 10 последних лет, родившие или достойно воспитавшие пятерых и более детей при достижении младшим ребенком восьмилетнего возраста. Всего в нашем крае 1119 многодетных семей. Как им живется у нас в регионе, не только об этом. Поговорим с нашим гостем. Это Лариса Щербаченко, многодетная мама пятерых детей. Правильно? Да, все правильно. Добрый день. Вам, во-первых, с прошедшим праздником вас поздравили. Дети вас как-то особенно поздравили? У нас получилось так, что много праздников совпало. В ноябре у меня старшая дочь, одной из дочерей, 18 лет вчера было, поэтому у нас много всего праздников, конечно, поздравили. Ну, то есть все вместе, да, сразу отметили? Да, да, да. А как поздравляли? Стихи или просто на словах сказали, мам, я тебя люблю? Да, на словах. Вот поцелуйчики, особенно младшая, постоянно. Мамочка, с праздником, это я тебя люблю, ты самая лучшая и так далее. Какие у вас эмоции от этого? Ну, ведь пятеро детей, вы наверняка в них вкладываете, наверное, всю свою жизнь. Да, колоссальный труд, это, конечно же. И, наверное, самая большая радость, когда каждый день ты слышишь, мамочка, ты самая лучшая, я тебя люблю. То есть не только в День матери? Не только, каждый день я это слышу и за это очень благодарна своим детям. А у вас и сыновья, и дочери, правильно? Да, один сын. Один сын и четверо дочерей? И четверо дочерей, да. Ох, как ему непросто, наверное, приходит. Или наоборот? Очень просто. Или наоборот, он здесь в любви и внимании, да? Наоборот, он король дома. Он не младший, да, я так понимаю? Не младший, но предпоследний. Что за награда у вас в руках? Расскажите, я так понимаю, это как раз вот та самая медаль, о которой я... Да, в пятницу вручили нам эту медаль. Это медаль материнской славы третьей степени. Давайте вот так вот покажем нашим зрителям. Которые воспитали пять и более... Материнская слава тут же написано. Да, да, да. Ну, вроде бы как. Вот так вот. Ну, что там нам подарки вручили, конечно, много теплых слов сказали. Руководство там было края. Накрыли нам шикарный стол в ресторане «Метрополь». Вручили подарки и денежное вознаграждение. Ну, вообще приятный этот момент? Вот для вас эта медаль... Ну, праздники всегда приятны, когда уделяют внимание, тем более нам, многодетным семьям. Конечно, это очень приятно. Я так понимаю, что вот вы сказали о денежном вознаграждении. Это единовременные выплаты, соответственно, тоже за такие материнские заслуги, да, можно так сказать. Я, насколько знаю, они там опять же делятся по степеням, да? Да, конечно. Ну, вот была мамочка, которая воспитывает 15 детей. Это вообще, я преклоняюсь, если честно, перед такими мамочками, семьями и так далее. Ну, в общем-то, в крае не так много, особенно в городе у нас многодетных семей. Я считаю, что это очень мало, очень маленький процент для края. Для двух с половиной миллионов всего там тысяча семей многодетных. Это очень мало. То есть можно еще больше? Нужно. Везде же кричат по телевидению, что у нас крайне сложная демографическая ситуация. Поэтому, конечно, государство должно поддерживать как можно больше материн. Слушайте, а вообще вот вы планировали столько детей? Конечно, нет. Конечно, нет. Так получилось. Ну, наверняка ведь не жалеете, что их так много. Нисколько. Нисколько. Хотя сложно. Сложно. А что вот, что сложно? Что самое сложное? Что самое сложное? Когда много детей, да. Ну, вначале, когда маленькие, конечно, сложно. Не спишь ночами, там, туда-сюда. Потом дети растут, нужно заниматься уроками, куда-то там водить, на кружки. В школу, со школы, опять же, с образованием все не так просто, вернее, у нас сейчас в стране, скажем так, в стране. Да, потом пошли экзамены. Вот это вообще головная боль, когда дети начинают сдавать экзамены, поступления. То есть тяжело. Ну, ничего, мы справляемся. А дети, а будь, накормить. То есть это... А хватает вообще вот времени для того, чтобы каждому уделить внимание? Потому что, ну, иногда одному двоим сложно найти время, да? Не всегда. Ну, как-то мы вот так вот уже привыкли, да. Дети понимают, что там заняты одним или другим или третьим. Ну, вот вы сказали, что дочке 18 лет исполнилось. Она уже, наверное, помогает тоже по-своему в воспитании своих братьев и сестер? Конечно, помогают. Как говорят, воспитай старшую, остальное все приложится. Поэтому помогают, конечно. Если говорить о поддержке, да, у нас в крае и вообще в стране. Какая поддержка вы ощущаете и чувствуете? Ну, вот помимо медали, помимо единовременной выплаты в День матери. Как вам сказать? Особую поддержку нет, не ощущаю. Но вот в этом году хорошо, что ввели льготу для многодетных матерей. Это оплата, сделали нам льготу за аренду земли. Вот это вот действительно ощутимо. Потому что сумма как бы астрономическая, 8 тысяч там нужно было заплатить. Вот ввели льготу. Я считаю, что это прекрасно. Но опять же, проблем очень много. И я думаю, что круг общения у нас большой. Многодетных мам я знаю много. И хочу сказать, что, ну вот пока там дошкольный период, да, льготы есть, там лекарства бесплатно. Может быть, какие-то я не попала в этот период. Хочу сказать, рада за нынешних многодетных мамочек. А так, ребенок вырос, пошел в школу, да. Строятся там площадки везде, вот для маленьких детей. А дальше? Ребенок должен там художественной заниматься, да, в художку там ходить. Вот заниматься спортом. Сын у меня занимается баскетболом. Ну, абсолютно ничего. Понимаете, форма за свой счет. Обувь очень дорогая за свой счет. Все соревнования за свой счет. То есть тяжело родителям, у которых 1-2 ребенка. А нам это, ну, практически невозможно. Ребенка отправить на соревнования невозможно. Ну, а все-таки, вот, на ваш взгляд, кому легче или сложнее? Родителям, у которых 1-2 ребенка, и у которых, в принципе, вот даже вот этих минимальных каких-то льгот нет. Или многодетным семьям, у которых, ну, вот хотя бы что-то, хотя бы какая-то единовременная помощь есть? Ну, я не знаю, какая льгота. Лично я не пользовалась никакими льготами от государства. Ну, вот так сложилась ситуация в нашей семье, потому что, ну, все это сложно. И потом, вот, старшая у меня учится на втором курсе. Ну, то есть поддержки от государства никакой. Вот, 18 лет, до свидания, все, не член семьи ребенок, понимаете? Даже не пишите ее там в эту справку, она уже выросла, хотя мы же ее кормим, поймем, одеваем, понимаете? Надо же выучить ребенка, специалист же должен быть. Ну, то есть, как-то так. Почему-то вот так у нас в государстве, не знаю почему. Угу. На кого дети похожи больше? Ну, и на меня, и на мужа. Как-то так вот разделились. Вот так, да, примерно пополам? Да, да, да. В будущем кем они хотят быть, кем хотят стать? И вот ваш пример многодетной семьи для них, это тоже пример? Они говорят о том, что вот, мам, мы тоже хотим много детей? Ой, вы знаете, потому что вот кто видит наши трудности, и все говорят, да, не то, что мои дети, а вот даже окружающие, да, дети у нас будут, но не так, как у Щербаченко, потому что очень сложно видят все эти сложности наши, как бы бытовые, я не знаю, вообще вокруг. А так дети, старшая у меня учится на втором курсе в нашем медуниверситете, хочет стать врачом. Вторая девочка, вот которой 18 лет была, Маша, она мечтает фармацевтам создавать лекарства, которые полезные для людей, не вредные. Тоже по медицинской линии, да? Ну, как-то вот они пошли так, увлеклись химией, биологией. Сын спортсмен, мы уже выяснили, да? Да, спортсмен, ну, как бы, не знаю, еще он не определился со своим этим. Одна хочет стать юристом, судьей, ну, не знаю, как получится. А маленькая хочет быть стоматологом, почему-то, хотя у нас в семье никого нет медиков, вот почему-то им хочется быть медиками, не знаю, почему. А напоследок, вот, знаете, говорят некоторые многодетные семьи, говорят, что, да, счастье там не в каких-то материальных благах, а счастье вот все-таки в том, что нас много, что вот нас много детей, что вот у нас такая большая дружная семья. Согласны вы с этим утверждением? Согласна, потому что вот эти вот моменты, там много их, мало моментов, но когда действительно ты чувствуешь поддержку семьи, вот, ни с чем не сравнить. Материальные, конечно, блага ни во что не идут. То есть все это все равно отходит на второй план. Да, да, все равно это отходит, несмотря ни на что, все равно, ну, мы же люди, не животные. Спасибо вам большое, еще раз с праздником вас прошедшим возвращаю награду. Спасибо огромное. Вам спасибо большое. Приходите к нам еще, приходите уже всей семьей, будем вас ждать. Спасибо огромное. До свидания. Ну что ж, продолжим. 48-летний житель Индии Раджан Махбубани разработал хитрый план, который помогал ему пользоваться всевозможными привилегиями в аэропортах всего мира. Он без очереди проходил на посадку, летал бизнес-классом, бесплатно обедал и в целом чувствовал себя вип-персоной. Все это он делал благодаря форме пилота немецкой авиакомпании Люфтханса и поддельному удостоверению. Мужчина переодевался в форму и пользовался привилегиями в полетах на протяжении нескольких месяцев, пока в конце ноября в аэропорту Делли на него не обратил внимания сотрудник авиакомпании. При задержании Махбубани не стал лукавить и сразу признался в том, что купил поддельные удостоверения и форму пилота, чтобы летать с комфортом. Более того, мужчина рассказал полицейским, что часто переодевался в разные униформы и снимал себя на видео для социальных сетей. Теперь житель Индии понесет ответственность за свою любовь к переодеванию. Ну а мы далее расскажем об ответственности за репосты в интернете. Одного парня вызвали на допрос в полицию. Ему предъявили скриншот его страницы одной из социальных сетей. Сотрудник полиции заявил, что в отношении его ведется проверка по факту размещения экстремистских материалов. Просто он когда-то лайкнул кадр из фильма «Американская история Икс». На фото изображен актер Эдвард Нортон в роли героя фильма с набитой на груди свастикой. Стоит отметить, что данный фильм антифашистский и в России не запрещен. После таких историй становится не по себе. И мы начинаем судорожно вспоминать, что и когда репостили. Так что можно делать в социальных сетях, а за что можно понести наказание? Сегодняшняя тема – ответственность за репосты. Репост – вторичная публикация сообщения, размещенного другим пользователем в социальных сетях, со ссылкой на источник или без таковой. За содержание репоста его автор может быть привлечен к административной или уголовной ответственности, в зависимости от того, что конкретно было выложено в социальных сетях. Список законов, запрещающих репосты на определенную тему, достаточно велик. Отметим наиболее распространенные нарушения. Основная масса уголовных дел за незаконные репосты в социальных сетях возбуждается по факту нарушения ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 282. Возбуждение ненависти, либо вражды и унижение человеческого достоинства. Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, либо публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Статья 354. Публичные призывы к разрязыванию агрессивной войны. Статья 354.1. Реабилитация нацизма. Если в репосте нет признаков уголовного преступления, это не значит, что можно писать все, что не запрещено Уголовным кодексом. В таких случаях может быть применено административное наказание. Статья 20.1. Кодекса об административных правонарушениях. Мелкое хулиганство было дополнено тремя пунктами, устанавливающими огромные штрафы или административный арест на срок до 15 суток за следующие деяния. Распространение в сети интернет информации, выраженной в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирующая явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, конституции или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Статья 20.3.1. Кодекса об административных правонарушениях. Действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности какой-либо социальной группе, совершенной публично, в том числе с использованием СМИ, либо сети интернет. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то влекут наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток на юридических лиц от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Если вы не уверены в законности содержания репоста, то лучше воздержаться от его выкладывания в социальную сеть. Точно установить законный данный репост или нет, может только криминалистическая экспертиза. Но если ваши намерения чисты и состава преступления в своих действиях вы не видите, то можете репостить. Но репостить разумно, ведь это ваше право. Продолжаем полдень. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова приняла решение отложить приказ о сдаче анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю, который должен был вступить в силу 22 ноября. Между тем, ставропольские водители, как и водители по всей стране, штурмовали поликлиники и диспансеры в очередях за медсправкой старого образца. А предполагалось, что с 22 ноября по приказу Минздрава России, чтобы получить документ от врача-психиатра-нарколога, надо пройти химико-токсикологическое исследование на содержание наркотических средств и психотропных веществ и определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголем в сыворотке крови. Анализ этот очень дорогой. Стоит от 4,5 до 9 тысяч рублей в зависимости от региона. Когда и как заработают новые правила, из-за чего такое подорожание и как сейчас получить справку для водительского удостоверения, об этом поговорим с заместителем главного врача по медицинской части краевого клинического наркологического диспансера Ириной Березуцкой. Ирина Владимировна, добрый день. Добрый день. Ну, ситуация действительно такая резонансная получилась, в общем-то, по всей стране. В Ставрополе и в Край сейчас как дела обстоят со всем этим? Потому что ажиотаж действительно был, были просто огромные очереди, как сейчас. Ну, нужно сказать, что с очередями мы справились. Действительно был резонанс, действительно люди были неподготовлены к тому, что с 22 числа вступят в силу новые изменения. Потому что, ну, не потому что мало информации было в средствах массовой информации. Мы старались проинформировать граждан, просто приказ, который должен был вступить с 22 ноября, он был зарегистрирован в Минюсте только 8 ноября, пока дошел до органов исполнительной власти. В общем-то, было недостаточно времени для проведения соответствующей подготовки. Ну и тем не менее, мы мобилизировали все свои силы. Вот, наш Край и медицинские организации Края были минимально подготовлены к реализации этого приказа. Ну, люди, естественно, нервничали, переживали, хотели пройти еще медицинскую комиссию по прежним правилам. Поэтому и был создан такой ажиотаж. Да, с 22 числа приказ не вступил в свою силу. Его вступление в действие было отложено до 1 июля следующего года, для того, чтобы действительно не все регионы Российской Федерации были подготовлены, для того, чтобы мы успели подготовиться наркологические службы к реализации требований этого приказа. Что нового? Несут нам эти изменения. Изменения связаны с проведением осмотра врачом-психиатром-наркологом. Раньше такого не было? Раньше такого не было. Наверное, это обусловлено той ситуацией на сегодняшний день, которая имеет место быть, потому что очень много мы выявляем среди водителей транспортных средств лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками, которые позволяют себе выехать в нетрезвом состоянии, обусловленным употреблением алкоголя. Мы много выявляем граждан, которые допускают употребление наркотических, психотропных препаратов и новых синтетических, дизайнерских наркотиков, и садиться за руль. Это, естественно, наша с вами безопасность, безопасность наших детей, безопасность на дорогах, травматизм, инвалидность и так далее. Поэтому вот эти действия, они, конечно же, направлены на обеспечение безопасности граждан. На ваш взгляд, действительно ли это настолько необходимо? Ну, мнение вообще специалистов, я могу выразить мнение всех врачей, психиатров, наркологов, что да, изменения эти необходимы, потому что мы, давая допуск гражданину, мы должны полностью иметь представление о том, употребляет ли он различного рода психоактивные вещества. Те правила, которые на сегодняшний день существуют до вступления в силу этого приказа, они не в полной мере дают нам такую возможность. То, что предусмотрено новыми правилами, это проведение лабораторных исследований мочи на наличие психоактивных веществ, наркотических психотропных веществ в моче и исследование крови на биомаркер злоупотребления алкоголем. Это не специфический маркер, но по исследованиям он дает где-то порядка 92% подтверждающих результатов о том, что да, человек злоупотребляет спиртными напитками. На ваш взгляд, насколько это позволит действительно решить проблему или хотя бы снизить уровень аварийности, уровень ДТП именно по вине нетрезвых водителей? Это даст возможность врачам, психиатрам, наркологам проводить дальнейшую работу с такими гражданами. Потому что выявляя наркотики в моче или выявляя повышенный уровень карбогидрадефицитного трансферина, мы проводим, и приказом это предусмотрено также, мы проводим более углубленное обследование этим гражданам. Мы начинаем уже детально работать с гражданином, с пациентом, детально разбираться, вследствие чего у него получились такие результаты. И приказом, кстати, предусмотрено более углубленное обследование, проведение консультации различными узкими специалистами, терапевтами, неврологами, гастроэнтерологами, для того, чтобы врачи видели более ясную картину и могли в итоге вынести заключение. Да, употребление различного рода веществ, оно обусловлено заболеваниями какими-то или необходимостью и медицинский прием, человек допускает те же лекарственных препаратов. Или же действительно человек употребляет без назначения врача какие-то психотропные препараты, или же злоупотребляет алкоголем, и тогда этот гражданин должен быть взят под динамическое диспансерное наблюдение к врачу-специалисту, и уже тогда ему должно назначаться соответствующее лечение, и оказывается, соответствующая медицинская помощь. Я правильно понимаю, что в случае положительных анализов, да, человек просто не будет допускаться к экзаменам и к получению водительских удостоверений? Пройти дополнительное обследование. Уже более широкое. Более широкое дополнительное обследование. Это не значит, что сразу, вот мы ставим, да, на гражданине крест, но он должен будет пройти дополнительное обследование, более углубленное, детальное, и тогда уже врачебная комиссия в наиболее сложных случаях решения о допуске этого гражданина к управлению транспортным средством принимается не единолично одним врачом, а сюда уже подключается несколько специалистов, так называемая врачебная комиссия, которая тогда дает человеку доступ, допуск. Или дает, или же не дает, но это должно быть все обоснованно. Давайте вот сейчас популярно объясним, почему такая разница в цене получается. Ну, на сегодняшний день очень дорогостоящие реагенты-реактивы, то есть те же тест-системы. Именно вот этих анализов. Да, именно же этих анализов, те же тест-системы, которые нам дают возможность выявлять наличие наркотических психотропных веществ, порядка 800-900 рублей стоит сама тест-система, да, на наличие 10 видов. И реактивы на одно исследование карбогидрат-дефицитного трансферина порядка 2,5 тысяч стоимость. То есть уже складывается цена больше... Это на одного человека? Это на одного человека больше 3 тысяч, да, там больше 3,5. Вот. И, собственно, ну и остальные специалисты, которые должны в рамках медицинского осмотра, которых должен пройти гражданин, вот и складывается сумма где-то порядка 5-6 тысяч, в зависимости от организации, которая обсчитывает сумму справочки. Угу. Правильно ли я понимаю, что до июля месяца справки можно будет получить еще, скажем так, по старой схеме, по старому образцу? Да. На сегодняшний день, 21 числа, был опубликован приказ Минздрава Российской Федерации от 20 ноября о том, что именно вот эти изменения, касаемые лабораторных исследований, они вступают в действие с 1 июля 2020 года. Но, тем не менее, в Ставропольском крае все, в общем-то, было готово и к 22 ноября. Ну, тем не менее, да, мы были минимально готовы. Ну, в каком плане? У нас есть это оборудование, у нас мы провели достаточно большую работу, мы получили реагенты-реактивы для проведения этих исследований. Мы совместно с Минздравом, нашим Ставропольского края, мы собирали совещание, на которое приглашали все представители медицинских организаций с районов, с городов, которые занимаются выдачей допуска на управление транспортных средствами, чтобы, ну, оговорить организационные моменты доставки биосредств сюда в краевой наркодиспансер для проведения исследований. То есть мы были подготовлены к началу действия этого приказа. Но, тем не менее, вот сейчас полгода вот этот задел, вам тоже наверняка на пользу? Помощь, потому что это даст возможность еще тщательнее подготовиться к этим изменениям. Ирина Владимировна, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам. Ну, надеемся, что для вас, дорогие друзья, мы все предельно ясно разъяснили, и теперь полгода еще есть для того, чтобы или подготовиться, или получить справку еще по старому образцу. Спасибо большое, приходите к нам еще. Спасибо, всего доброго. Двигаемся дальше. Испанцы запретят толстым туристам кататься на осликах. Власти в городе Мехас, Пуэбло, решили запретить катание на осликах для всех, чей вес превышает 80 килограмм. Заозащитники же намерены добиться полного запрета, так называемого бурротакси. Сбросить лишний вес можно с помощью зарядки. Сейчас покажем вам несколько полезных упражнений. Раз, два, три, четыре. Всем привет, это рубрика «Зарядка». У меня сегодня новый тренер. Я не знаю, что меня сегодня ждет. Кирилл, привет. Привет, Аня. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. У тебя в руках что? У меня в руках генетическая палка. Сегодня с ней мы будем выполнять комплекс упражнений. То есть, если у вас вот такой штуковины нет, вы можете взять обычную палку от швабры, либо даже полотенце растянуть, друзья. Так что у вас есть две секунды, бегите за полотенцем, а мы пока чуть-чуть разомнемся. Для начала мы отводим левую ногу назад, ставим ее на носочек, поднимаем палку над головой, смотрим вверх, тянем всю область спины. Я заметила, что надо контролировать все-таки, либо в зеркало на себя, да, смотреть, либо чтобы кто-то... Можно выгодить его встать. Да, потому что кажется, что ты делаешь все правильно, потом со стороны смотришь, а ты чуть-чуть все-таки неправильно, да, делаешь. Вот сейчас я все правильно делаю? Да, сейчас я все правильно делаю. Только левую ножку чуть-чуть еще подальше отводи. Вот. Глазами смотри на палку и старайся как можно дальше ее завести вот сюда, за голову, прогнуться в поясничном отделе. И потом принимаешь исходное положение, возвращаешься обратно, ногу приставляешь к правой ноге и также отводишь теперь правую ногу назад, на носочек смотришь на палку. А, мы прогибаемся. И прогибаешься в пояснице. И в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сейчас у нас будет второе упражнение. Повороты туловища в стороны. Палка перед собой. Делаем поворот в правую сторону. Максимально тянем спину. При этом таз стараемся сильно не закручивать. Возвращаемся в исходное положение и также повторяем это движение в обратную сторону, влево. И в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Боже, я уже не могла. Четыре. Следующим упражнением у нас будет наклоны к полу. Ноги на ширине плеч. Держим крепко нашу палку гимнастическую. Делаем плавный наклон. Стараемся коснуться палкой пола. Возвращаемся обратно в исходное положение. При этом стараемся не сгибать ноги в коленных суставах. А если не получается до конца? Ну вот. Если до конца не получается, то допустимо сделать небольшой изгиб в коленях. Упражнение начи. На. Раз, два, три, четыре. Возвращаемся в исходное положение. Второй раз. Поехали. Раз, два, три, четыре. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. В исходное положение. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Возвращаемся в исходное положение. И еще раз. Раз, два, три, четыре. И возвращаемся в исходное положение. На этом наша зарядка на сегодня окончена. Кирилл, надолго не прощаемся. Увидимся завтра. До скорых встреч. Пока-пока. Вот размялись, теперь можно спокойно отправляться в Испанию кататься на осликах. 22 ноября в России отмечался День психолога. Цель праздника – повышение престижа профессии и признательность за труд специалистов при общении людей к посещению психологов. Сам праздник в России носит неофициальный характер. Его основал в 2000 году Московский государственный университет. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к учредительному съезду Российского психологического общества, который прошел 22 ноября 1994 года. Сегодня у нас в гостях одна из виновниц праздника – Елена Владимировна Фомущенко, педагог-психолог. Елена Владимировна, добрый день. Добрый день. С прошедшим вас праздником профессиональным. Основание праздника. Я правильно понимаю, что, как я прочитал, был учредительный съезд Российского психологического общества? Каждый год такой съезд происходит? Нет, это был день основания Российского психологического общества. То есть решили в какой-то момент психологи, что надо съехаться? Я бы сказала, что это была преемственная организация. Все-таки Россия страна-приемница СССР. И в СССР тоже существовало психологическое общество. Но когда оно стало российским, это случилось в 1994 году, 22 ноября. И эта дата была выбрана самими психологами, как День психолога в России. Отмечают как-то особенно психологи праздник? Или все-таки на работе? Безусловно, я думаю, что дата-то важная. В любой профессии важен свой профессиональный праздник. Конечно, отмечают, поздравляют друг друга. Ну, это, я думаю, что очень важно на самом деле. Слушайте, а получается 25 лет уже празднуется этот праздник? Ну да. Если говорить, да, вот все-таки о вашей профессии, с каким, вот с чем чаще всего приходится психологам сталкиваться? С чем чаще всего люди обращаются к психологам? Ну, я думаю, спектр проблематики, безусловно, достаточно широкий. Так как я работаю в государственном учреждении, и наш центр, он больше ориентирован на детей, у нас, естественно, больше детей. Проблематика детско-родительских отношений. Иногда, ну, правда, так случается, что родителям сложно понять своего ребенка. На каждом возрастном этапе, да, что-то происходит, особенно в подростковом возрасте. И поэтому родители обращаются. И у нас достаточно большая профилактическая и просветительская работа ведется в центре, поэтому, ну, клиентов достаточно много, в принципе, потому что регулярно наши специалисты работают в школах с детьми, с родителями, с педагогическим составом, рассказывают, ну, привносят в жизнь, скажем так, психологические знания, необходимые всем категориям населения. И, соответственно, как обратиться, с какой проблемой, как ее увидеть, эту проблему. Ну, и уже, ну, вот такую культуру обращения взращивают, культуру обращения к психологам. Вот, скажем, при наличии определенных проблем, да, с которыми обращаются к психологу у детей, с кем важнее работать, в первую очередь, с детьми или со взрослыми, которые их окружают и воспитывают? Ну, я скажу так, что важны обе составляющие. С ребенком ведется работа своя, индивидуальная, и ведется работа с родителями. Потому что, если работу с родителями не вести, ребенок возвращается в ту же среду, да, бывает так, что мама, ну, не совсем понимает, что сейчас, в чем он нуждается, ну, не видит этой потребности. И поэтому, когда вот маме на консультации с ней про это поговорить, ну, ситуация улучшается, как бы, с обеих сторон, и есть возможность ребенку уже дальше двигаться, ну, счастливым, как бы, и радостным по жизни. А как вообще вот добиться от ребенка, ну, скажем так, у каждого ребенка родитель все равно в той или иной степени авторитет, правильно? Относительно воспитания, относительно какой-то поддержки и вообще, в принципе, нахождения рядом. Вот при обращении к психологу, как психологу достучаться до ребенка и объяснить, что там, понятно, что мама может говорить, и папа могут говорить одно. Ну, вот, послушай меня, я специалист, я знаю лучше, да, вот условно. Как это сделать? Ну, я думаю, что прежде всего это установление контакта, через установление контакта, да, и психолог точно не говорит, как надо. Он помогает ребенку понять его чувства, что с ним происходит. Вот, допустим, ему сложно общаться со сверстниками, и тогда через игровые ситуации ребенок понимает, в чем это сложно, и знает, что он делает, как бы то, что ему мешает наладить этот контакт. И когда он это увидит, он, ну, сможет уже применять этот опыт в жизни. Я ведь правильно понимаю, что вы не один год уже работаете психологом. Вот разные поколения детей меняются в плане психологическом и в плане каких-то вот возникающих проблем. Ну, потому что там одно поколение, скажем, которые родились там условно в нулевые годы, да, к примеру, ну, уже это, можно сказать, подростки в данный момент, и ребята, которые родились уже вот в десятых годах, ну, это прям совсем дети, но общество у нас настолько быстро меняется, что, мне кажется, на детях это отражается сильнее всего. Безусловно. Если говорить про поколение нулевых годов, да, когда самим родителям было сложно, обществу было сложно, вот был этот процесс перестройки, естественно, много, ну, как бы тревоги было у родителей, и где-то им, ну, достаточно сложно было вот справляться с функцией воспитания, и детям тяжелее. Сейчас постабильнее у нас общество, но появились гаджеты, да, которых очень-очень много. И сейчас наблюдается некоторая тенденция к тому, что детки сидят вместе в одном помещении, но общаются опосредованно, то есть через гаджеты. И вот это, конечно, ну, та сложность, с которой сейчас приходится работать. Наши старые добрые игры, давно забытые, воспринимаются очень на ура в групповой работе. Детям это нравится, это оказывается очень интересно, и вот они в этом нуждаются. Потому что, ну... Ну, то есть все-таки вот это, скажем так, погружение в гаджеты, это не очень нормально. Ну, это наша жизнь. Просто я объясню, почему я так спрашиваю, потому что, ну, некоторые представители нашего общества, да, например, считают, что в принципе ничего, наверное, плохого в этом нет, потому что у нас действительно поток информации увеличивается с каждым днем все больше и больше, и общество, в общем-то, перестраивается, да, учитывая все вот эти вот наши высокие технологии, да, и дети, как никто, наверное, успевают вот шагать в ногу со временем и со всеми вот этими изменениями технологий. Или все-таки, скажем так, консервативные методы воспитания, общения, коммуникации, они должны присутствовать? Общение оставаться должно, безусловно. Только в процессе общения мы познаем мир, да, мы можем наладить взаимоотношения, а вот, ну, если мы даже возьмем любую компьютерную игру, не получилось что-то, можно вернуться назад и пройти снова, да, в процессе общения этого сделать нельзя, а, ну, где-то складывается эта тенденция, она на самом деле вот проявляется, что детки тогда не понимают, как в реальном мире порой быть. Ну, я говорю сейчас, естественно, если человек только в гаджетах, да, ну, как бы и очень малый у него процент общения реального, поэтому нам, конечно, нужно найти некоторый баланс, двигаться в ногу со временем, это наша жизнь, да, новые технологии, и в то же время оставаться людьми и общаться с людьми. А как найти этот баланс? Потому что, ну, это ведь действительно непросто, даже взрослым людям это зачастую сейчас непросто. Иногда приходишь в компанию друзей, и все сидят в телефонах, вместо того, чтобы поговорить, пообщаться. Ну, да, люди разучились общаться, безусловно, но я думаю, что каждая мамочка видит своего ребеночка, да, сколько он времени посвящает гаджетам, сколько времени он посвящает своим сверстникам, и чтобы вот точно она находила вот эту вот грань, сейчас я ему дам, он поиграет, но в то же время он пойдет в этот же день и еще поиграет со сверстниками, он получит этот опыт общения и интегрирует его в жизнь. Ну, нужно ли вот прям жестко регламентировать количество времени, проводимого за гаджетом? Регламентировать нужно, но всегда жесткость у нас вызывает сопротивление, поэтому родителям важно найти этот баланс, да, как ребенку об этом сообщить, объяснить ему, не просто запретить, а именно объяснить, почему столько. Это, скажем так, каждый конкретный случай индивидуален или есть какой-то, скажем так, метод применимый, ну, относительно более-менее ко всем? Нет, безусловно, каждый случай индивидуален, это факт, тем более мы ориентированы, да, на индивидуальную работу, и важно видеть каждого, то есть кому-то нужно столько-то, да, кому-то столько-то, и это, ну, про каждого человека конкретно. Со взрослыми вот об этом тоже стоит ли общаться, и стоит ли взрослым тоже регламентировать время, проводимое с гаджетами, с телефонами и так далее? Потому что дети же это все видят, и дети, желая поскорее повзрослеть и казаться взрослыми, все это перенимают очень быстро и повторяют за взрослыми, как правило. Да, но у нас, чем взрослые отличаются от ребенка, да, тем, что у взрослых уже есть эта позиция взрослого человека, и самокритичность, и самоанализ, да, и через это он точно может регулировать и понимать, что, ну, неплохо было бы, если мог, конечно, я понимаю, что не все люди далеко это могут, да, но тем не менее, все-таки как-то регулировать, насколько я в гаджетах, или насколько моя реальная жизнь от этого страдает, есть ли у меня реальные отношения с людьми, с друзьями, с противоположным полом, когда, ну, вот, это может принести там много эмоций вместе, провести какое-то время, или все-таки гаджеты и больше ничего. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляем с прошедшим праздником. Будем надеяться, что у нас дети все-таки не будут столько времени проводить в гаджетах и будут больше общаться друг с другом. Спасибо вам. Спасибо. Приходите к нам еще. Что ж, двигаемся дальше. Специалисты советуют есть различные бобовые продукты каждый день. Анализ исследований продемонстрировал, что у тех людей, которые едят очень много различных бобовых продуктов, риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний вообще и ишемической болезни сердца, в частности, примерно на 10% ниже, а риск ожирения на 13% ниже, чем у тех, кто бобовые практически не ест. Фасоль, чечевица, зеленый горошек богаты клетчаткой, растительным белком и другими микроэлементами. Но эти продукты содержат мало жиров, в них нет холестерина. Благодаря комплексу этих свойств бобовые так полезны для сердца и сосудов, объясняют исследователи. Эти растительные продукты могут стать дешевым и доступным способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивают ученые. Ну а мы предлагаем вам сегодня рецепт кесодильи, блюдо испанской и португальской кухни, в которой, кстати, бобовые встречаются очень часто. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... Об этом рассказал всероссийский Дед Мороз. Гироскутеры, квадрокоптеры были самыми популярными в 2018 году. Из этого года это электросамокаты. Все, что самое модное и новое для детей и взрослых, всегда вызывает интерес. Другой вопрос, насколько это полезно и на самом деле нужно, сказал Дед Мороз. Среди необычных подарков, которые он дарил, волшебник вспомнил хвост русалки. Крылья бабочки, поход в цирк и на балет, а также возможность поплавать с дельфинами. В прошлом году мальчик, который жил с бабушкой и дедушкой, для бабушки попросил ящик яблока, для деда теплые валенки. А для себя просто курточку, отметил добрый волшебник. Слушайте, ну все-таки есть еще у нас, видите, не совсем жадные, корыстные дети. Это здорово. Я вот, если честно, сам в детстве ни разу никогда не писал письмо Деду Морозу. Наверное, стоит попробовать в этом году. Ну, вспоминая шутку одной из команд КВН, напишу что-нибудь такое, дедушка, а подари мне что-нибудь такое, чтобы я сказал, ух ты, самолет. Если вы еще не придумали, что попросить у Деда Мороза на Новый год, то можно начинать этим заниматься. Чем еще можно занять себя сегодня вечером, расскажем в нашей афише. Концертный зал имени Шаляпина в Ясентуках приглашает жителей и гостей курорта на вечер вокально-инструментальной музыки. В программе «Время сирени» для вас прозвучат романсы Чайковского, Рахманинова, Глиера. Романсы, созданные композиторами в самом расцвете их молодости, в те годы, которые принято называть «Весною жизни». Все они появились подобно цветам, чудесный букет из которых для слушателей соберут солистка Северокавказской филармонии имени Сафонова, Илеонора Кипренская и лауреат международных конкурсов Юлия Алтухова. Вы замечали, когда ударимся или испугаемся или удивимся, непроизвольно восклицаем «Ой, Боже!» или «Ой, мама!» Как в детстве, когда мама являлась земным воплощением Бога, а потом воплощением дома, защиты, тепла, уюта. Нет дороже и роднее человека, чем мама, которая дала жизнь, научила мудрости и благословила на добрые дела и начинания. 25 ноября в городском Доме культуры города Ессентуки пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Матери. В концертной программе примут участие уже знакомые всем творческие коллективы и сольные исполнители Дома культуры. Начало в 15.00. Кому-то нравятся животные, кому-то клоуны, кому-то фокусы. Вот и получается, что ребята зачастую начинают скучать. Творческая группа из Санкт-Петербурга сочинила цельную, законченную цирковую историю с понятным, веселым, интересным сюжетом, где артисты и животные являются персонажами спектакля. Над проектом работали сценаристы, художники, мультипликаторы, инженеры и, конечно, сами артисты, номера которых были подобраны и срежиссированы специально под сюжет представления. Начало в 18.00. А вот что вы увидите в сегодняшнем эфире Своего ТВ. В 13.15 сразу после выпуска новостей смотрите на нашем канале художественный фильм «Табор уходит в небо». В 18.15 программа «Прямой эфир». Речь пойдет о видах налоговых вычетов и основаниях для их получения. В 19.15 программа о работе Ставропольской полиции Дзержинского, 102. В 19.30 главные новости Ставропольского края в информационной программе «Новости на своем». В 20.00 новый выпуск проекта «Поговорим, поговорим». Интервью с заслуженным артистом России, актером театра, кино и дубляжа, певцом и музыкантом Евгением Дятловым. В 22.00 кино на своем. История любви итальянского офицера Джакомо и православной послушницы Лоры. Идет война и на любовь наложен запрет. Джакомо итальянец и он враг. Так рассуждает обожженный войной непримиримый к врагу русский капитан Георгий, от любви к которому тает сердце монахини Пелагеи. Их будет четверо загнанных войной на маленький каменный остров в Ладоге. Они все здесь, на этом камне, как у Бога на ладошке. Кому из них суждено погибнуть, кому победить и остаться в живых. Смотрите сегодня вечером художественный фильм «Запрет». Ну что же, мне на этом остается только попрощаться с вами. Сразу после небольшой паузы в свежий выпуск Ставропольских новостей не пропустите. Всем хорошей, плодотворной рабочей недели. Пока. Увидимся на своем. Время для новостей Ставрополя. Меня зовут Владимир Скаленко. Добрый день и коротко о главных темах к этому часу. Лифты продолжат менять и зимой. А где уже ездят на новых подъемниках? Это и другие темы планерки губернатора. Тот случай, когда водитель погиб не по своей вине. Страшная авария в Минераловодском округе. И когда в соседней квартире свалка. Чем это опасно и как бороться со старевщиком. До конца года в многоэтажках региона заменят почти 250 лифтов. О ходе реализации программы по замене подъемников говорили сегодня на планерке в Краевом правительстве. От заданных темпов коммунальщики не отстают. 91 лифт уже работает. 70 в стадии приемки. Остальные подъемники должны сдать до нового года. Обсудили и план работ на 2020. Там задачи еще более масштабные. В следующий год мы уже не теряем время. К следующему году подходим с готовыми проектами. Планируем до конца года все 400 лифтов отпроектировать. И завершить конкурсные мероприятия по подготовке проектов до конца года. Соответственно выйти в следующем году в начале на строительном монтаже работы. Но и уже не затягивая долго работу. Будем планировать где-то уже в октябре завершить программу 2020 года. На выходных в России отметили День матери. Губернатор Края Владимир Владимиров запустил к празднику флэш-моб. Вместе с депутатами партии «Единая Россия» на съезде в Москве он призвал всех позвонить своим мамам. Мама, я тебя люблю! Теперь о происшествиях. На трассе Минераловодского округа произошла авария. 33-летняя женщина за рулем иномарки по неизвестным пока причинам выехала на встречку. Как раз в этот момент там ехала шестерка. В результате лобового столкновения 20-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте. Его две 19-летние пассажирки с травмами в больнице госпитализировали и виновницу ДТП, а также ее 5-летнюю пассажирку. Ребенок сидел в детском кресле. Благодаря этому девочка выжила. Тем временем на Ставрополе продолжаются газовые рейды. Сотрудники МЧС, пожарные и газовики проверяют оборудование и проводят инструктажи. Ирина Ивановская продолжит тему. Люди в синей форме по-хозяйски зажигают плиты, внимательно проверяют газовые колонки и шланги. Особый сигнал спецприбора обязательно привлечет их внимание. Так проверяют утечку газа. Ведь неисправное или самовольно подключенное оборудование может натворить много бед. Здесь хорошее состояние оборудования, дымоход в норме, из сертифицированных материалов. Краны газовые, несмотря на то, что им много лет уже, но не работают. Не травят газ, не пропускают. Все герметично. Совместные проверки оборудования по поручению главы региона уже стали регулярными. Во время рейдов газовики и спасатели в обязательном порядке осматривают состояние газовых приборов и правильность их установки. Никаких резиновых шлангов или перегибов на них. Только рабочие краны. Если в газовом или печном оборудовании есть недочеты, то абонентов обяжут их исправить. В этой квартире по новым требованиям придется убрать шибер. Заслонку в дымоходе, которая регулирует тягу. Многие шибера как раз проваливаются намного больше, глубже, дальше и перекрывают в любом случае. Могут перекрывать поток выхода угарных газов. Потому что необходимо убрать и замазать отверстие. Но до того, как осматривать газовые приборы, проверяющим нужно попасть в дом. Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники во время рейдов, это как минимум. Жильцы находятся на работе, а как максимум просто боятся открывать двери. Проверка газового оборудования, просьба предоставить доступ. Росту в доме нет, не могу открыть. Что конкретно? Проверяем газовое оборудование, надо прописать на утечку, на все. Это платная? Нет, не платная. Гораздо чаще люди открывают двери, когда специалисты приходят по заявке. Но чтобы исключить возможность повторения трагедии, как в Магнитогорске или в шахтах, проверять нужно все и везде. Пошли в первую очередь туда, где у нас проблемные потребители, то есть там, где у нас либо недопуски, либо есть ряд лиц социальных, которые ведут образ жизни. Большую проблему составляет жилой фонд, который люди приобрели, но не проживают. То есть в эти дома также сложно попасть, но попасть мы должны. Самовольная установка, перенос котлов и их неправильное использование – самые частые нарушения, которые могут привести к печальным последствиям. В целом мы в крае отмечаем за последние две недели рост количества пожаров в жилье именно по причинам нарушения проэксплуатации печного отопления, электрооборудования, электрообогревательных приборов. К сожалению, в огне погибло уже 8 человек. Проверка газового оборудования, напоминают специалисты, в первую очередь в интересах самих жильцов. Запоминали правила безопасности Ирина Ивановская и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение. Житель Ставрополя устроил у себя в квартире по-настоящему мусорный музей. Сколько лет экспонатам, точно неизвестно, но судя по характерному запаху, явно немало. Джамиля Ибрагимова рискнула войти. И не Трофименко повезло в кавычках. Она живет напротив захламленной квартиры. Сосед со странной страстью коллекционировать все, что дурно пахнет, поселился тут 4 года назад. Как он заселился, появились в доме тараканы. Мы каждый месяц стабильно травим это. У меня в доме просто маленький ребенок. Я недавно родила. Ребенку месяц всего. Я очень сильно боюсь, что, не дай бог, какая-нибудь инфекция с этого будет. Мусорный коллекционер – дед Тимофей. Ему 81 год. Он захламил квартиру так, что входная дверь еле открывается. В куче барахла можно разглядеть и чайники, пакеты, одежду, книги, банки, часы. Нерадивый сосед превратил в помойку не только свою собственную квартиру, но и лестничную площадку. Причем весь этот хлам он принес с улицы. Поэтому и подъезд сейчас больше напоминает не подъезд, а городскую свалку. Как внешним видом, так и запахом. Соседи устали бороться со старьевщиком и даже решили войти в его положение. Мы предлагали помощь. Предлагали помочь это все вывести. Не раз видели его на помойках. Предлагали помощь психологическую. Может, если нет родственников, чем-то мы можем помочь. Но сам сосед проблемы не видит. Даже сейчас, когда в квартиру заселились полчища тараканов, дедушка упорно твердит, что все эти предметы ему очень нужны. Сколько уговаривали, просили. Если тебе не нужно, ну давай купим через нотариуса тебе отдельный домик. Там у тебя знакомые в Михайловске. Я не хочу жить в селе, я только в городе. Стабильно к мусорщику наведываются специалисты из разных органов и требуют проводить уборку. На одну из таких мы тоже попали. Тимофея, вот это выноси. Вот это выноси. Это? Да, вот это. Можно ножовочку оставить? Ножовочку оставить. Надежда? Нет, не надо, пока ее в квартиру. А, ну хорошо. Единственный родственник Тимофея – сестра. По ее словам, она приехала к брату из другого города. А вы не знали, да, что у брата такая ситуация? Ну, такого, конечно, не знала. Соседка звонила, приезжай, приезжай. Я говорю, ну, я ему звоню, он был арестоват. Я сам сделаю все. Ну, вот уберем и, наверное, будет нормально. Думаете, все наладится? Я думаю, что наладится. На соседе знают – не наладится. И уже через пару дней мусор снова вернется в квартиру. Такую страсть в психиатрии называют синдромом Плюшкина. Люди с этой болезнью не могут не копить барахло. И порой не до конца дают отчет в своих действиях. Зачем вам это все нужно было? Зачем вы сейчас? Ну, я так не знаю, я думаю, разберем. Ну что, даже не знаю. Сейчас не нужно. Выхода из этой проблемы, по сути, нет. Ведь по закону носить хлам в собственную квартиру не запрещено. А ссориться, да и судиться с Плюшкиным бесполезно. Ведь если человек психически болен, ни один суд не превратит его в чистюлю. Так или иначе, городские службы продолжат наведываться в гости к мужчине, чтобы напоминать, что он в этом доме все-таки не один. Джамиля Ибрагимова, Константин Шляпин, Ставропольское телевидение. Мы напоминаем, что на Ставрополе продолжают орудовать мошенники. Они всячески пытаются похитить деньги с наших карт. Если вы все-таки попали в такую сложную ситуацию, срочно звоните в полицию, либо пишите на наш единый номер телефона. Ватсап и Телеграм работают по этому номеру. Сейчас у нас прогноз погоды. Диана Лукошкина уже готова рассказать о том, чего нам сегодня ждать. Я же с вами прощаюсь, но ненадолго. Скоро увидимся. Здравствуйте, уважаемые телезрители своего ТВ. Этот понедельник порадует нас плюсовыми температурами. Пусть и небольшими, но тем не менее приятно. Итак, о погоде на 25 ноября прямо сейчас. В Ставрополе переменчивая облачность. Плюс 4 днем, 2 градуса выше нуля ночью, без осадков. В Изобильненском городском округе малооблачно. Днем температура воздуха поднимется до плюс 7, ночью плюс 4. Не отстает и Новоалександровский округ. Там даже немного теплее. Плюс 9 днем и 4 градуса выше нуля ночью. Облачно с прояснениями, без осадков. На курортах тоже потеплеет. В Пятигорске и Минеральных Водах плюс 3 днем, плюс 2 ночью. Значительная облачность. В Кисловодске температура воздуха прогреется до плюс 4. Ночью опустится до минус 2. Осадков не ожидается. Переходим на восток Ставрополья. В Арсгире и Патова облачно. Плюс 6 днем, плюс 1 ночью. В Дивном плюс 4 днем, минус 1 ночью. Теплее всего в Нефтекумске и Буденновске. Там температура воздуха днем прогреется до плюс 8. Ночью 3 градуса выше нуля. Облачно осадков не ожидается. А теперь о погодных явлениях, происходящих далеко за пределами Ставрополья. Проливные дожди, которые обрушились на Италию и затопили Венецию, в Альпах аукнулись обильными снегопадами. По сообщению пресс-службы Национального агентства по туризму Италии, на горнолыжных курортах на высоте 1000 метров над уровнем моря уже сформировался снежный покров высотой более 50 сантиметров. Это позволило открыть горнолыжный сезон досрочно. И хоть официальное открытие назначено на 30 ноября, некоторые подъемники и трассы уже работают, а еще несколько откроются в ближайшие дни. Вот такой вот подарок природы для всех горнолыжников. По просьбе наших телезрителей расскажем и о погоде в Красногвардейском районе. У вас 25 ноября облачно, днем температура воздуха поднимется до плюс 4, ночью опустится до минус 1, без осадков. И на этом о погоде все. Увидимся на своем ТВ.